Аппчх! Блядь! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня продолжаем проходить метро Exodus. А точнее, только начинаем. Продолжаем проходить серию игр метро. Я ещё помню жизнь до войны. Так, диалог. Катсценка. Так, минутку. Проверка записи. Раз-раз. Микрофон работает. Отлично, супер. Продолжаем. Вверху. Мы были хозяевами всей земли. Бля, как красиво-то однако. Мы возводили огромные города и стекла. И стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было семь миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рождён, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Бля, какой же охуенный 10-2. Это, если что, и здание, и чейндел. Или что-то там такое вот. Весит оно, вроде, от обычного на 2 гига больше. Смотрел в интернете. В чём разница? Разница только, вроде, в проработанной графике в некоторых местах. Семь миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землёй. Поверхность которой была отравлена, сожжена и кишила чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки... Так, чёрные же поглощают радиацию, подождите. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами, и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Хорошо. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на земле. Какое-то время нам казалось, что всё получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Фашисты. Окей, красная линия. Под землёй. Не сахар. В отьме данными наши пороки разрастались как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на её пути. И с каждым днём их становилось всё меньше. Блядь, пока сарену натравил, весь энергетик допил. Это как-то очень грустно Я теперь хочу пить энергетика, а энергетика нету Я помню, что мы были рождены для другой жизни И не согласен умирать под землей Пусть меня считают идиотом Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху Я должен его найти Мне так нравятся эти виды, они великолепны просто Я выбираю надежду Отлично Если что в этот раз мы не будем ебаться на хардкоре Но может оригинал пройдем на рейнджах хардкоре и перепройдем на стриме Пока вместе на нормале пройдем И не будем заебываться так же со стелсом, как пройдем так и пройдем Потому что в луче надежды это просто пиздец Я заебался, а мне даже никакую ачивочку не дали А я не знаю, что это просто пиздец так у нас как обычно 3 тут и противогаз супер по настройкам я включил детальную физику если что трейтинг тоже подрубил и длсс я поставил на качество принципе в один момент я думал вырубить длсс но 3070 чай начинает немножко греться еще кому же качество 2 к стоит об она все супер картинка просто великолепнейшая запись у нас идет все хорошо так епты давайте пойдем дальше фонарик фонарик если ребят что-нибудь есть у ребят ничего нету все мне почему-то что не должно быть что-то так наконец-то новый кружок анимации к ты ешкой такой русский или английский был нет все рассадка клавиатуры тоже подсвечивается на русском так здесь на чем быть есть мне здесь у нас ничего нету давайте пойдем туда куда нам надо опа на магазинчик нормально забираем супер пишите ребята проходить мне на рейнджере хардкоре или нет это обязательно и про лайк и подписку не забываем зато побел было написано английском понятно это смех был кто-то смеется где перед руки стрельбы опять эти крота крысы ру воют блять какой огонь так я ебучая ебать он конечно красивый но сука страшный у меня сука чуть сердце в пятки не ушло я блять про него уже и забыл все давай спать что это ебать заметка заметки теперь выглядит по другому сука приехал пока все тихо видел только пару крыс ребята разгружают дрезину 12 августа на старые блокпосты народу не хватает коля погнал за второй партией а мы пока будем держать только перрон и гермоворота михалычу там еще похоже черт сколько возиться все при прижавела намертво так пристрелил пару стражей подкрались под экскалатором сволочи привод кажется из издох окончательно михалыч ничего не обещает фильтров маловато надо скорее что-то решать скорее всего заварим пока проем листом железо дальше будем думать наверху огромная стая к нам пока не лезут но все равно коля привез автоген но работать невозможно на малейший шум сверху он сразу вой ставим растяжки так хорошо патронов у нас уже максимум блятик эта графика слишком великолепно они меня спалили за фонаря или тут они типа по-любому должны просто спалить тебя даже в рюкзачке ничего не будет патроны будут только ладно хорошо в принципе это не хардкор ебан на раму панорама блядь сколько все я надо-то ебать этих птин пошел нахуй 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 все только мусором ебать ай блять еще одна то нет ее больше блять идиот блин а почему мы с этими персонажами типа никак в прошлых частях не знакомились не взаимодействовали типа с князем идиотом ни хуян бордый пихнул такой блять его так нагло дерзкий блять это вот грустно да почему кстати реально вот с ними никто никак не познакомили просто чате нас в прошлых двух частях не князя не идиота мы не знаем от кого нас активно подрали что ли или что это было окей они все так же короткие волосы проснулся наконец-то доктор сказал все будет хорошо надеюсь ты меня окончательно со свету жить решил а что если ты в следующий раз не вернешься да вернусь черные помогут нет там никого некого искать не с кем говорить неужели ты думаешь они бы за столько лет не объявились мы уже столько раз об этом говорили смирись ты наконец выжили только мы полковник здравствуй саныч все не успокоишься никак уперся как баран сколько я тебе уже говорил наконец-то умели к нормальной волосы хоть убейся из-за фантазий своих но ты о ней думал она же тебя дурака любит папа не надо ты из ордена ушел ради этого и я тебя тогда понял хотя после д6 людей жуть как не хватает но теперь завязывай с этими походами есть метро и точка больше никого и метро нужно защищать понял потому что если не мы так то ты я вижу уже в норме собирайся помаленьку как будешь готов обсудим ваш переезд полис пойдем надо поговорить я сейчас врача позову а ты мне пообещай что это было в последний раз ладно да 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 наверное хорошо нихуя себе на врача позвала конечно тем мы вас опять вытянули врач наверно в ахуе от такого поворота отдают вам свою кровь который может не хватить раненым а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной несправедливо как-то не считаете взять вот такое ощущение будто какой-то кусок истории мы проебали вот между лучом надежды и эксодусом вот просто где-то что-то мы проебали историю с этими разговорами дружбу с князем знакомства с этими персонажами ебать бухгалтерская книга теперь это называется нихуя себе черный артем что блять почему черный артем чего блять группа крови четвертое положительно или что это или отрицательно это поступление третий раз уже диагноз рецидив лб легкая форма ориентир доза 15 грамм лечение гемотрансфузия 0 5 литров внутрь постельный режим запретить выходить на поверхность на год минимум это абьюз какой-то ребята блять а чего вот этого что значит гемотрансфузия потому что у меня с медицины не очень я я умный но слабо слабо умный короче ребята о чем вы говорите здоров пацаны нихуя себе вы комбини повернулись вам бы поберечься не рисковать зря даже если где-то еще есть выжившие нам они не помогут но вдруг стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь тем более что вскоре после войны сигналы принимали часто а вот сейчас это вас ни на какие мысли не наводит наводит как раз таки как знаете поступаю как знаю артем я понимаю мы в тупике и выход из него искать нужно но мне кажется лучше заниматься этим не в одиночку тем более что ребята из ордена в очередной раз пришли вам на выручку думаю камер готов принять вас обратно так стоит ли терять время на нашей станции решать конечно вам но если бы спартанцы позвали меня я бы не задумывался в любом случае удачи спасибо но вот тоже имеется вопрос почему на поверхность слишком часто ходят рискуют почему он ушел из ордена спарты тоже почему этот отрезок мы как-то проебали надо будет книгу 3 дочитать уже по твоему можно высадить под землей у меня вся трилогия есть да сколько угодно вон сколько лет сидим да ну ты же врач сколько больных детей только на нашей станции а вообще детей сколько нас останется через десять лет десять лет сейчас уже шить нечем про препараты я не говорю артем на нашей станции лучший стрелок но уже с поверхности только в лазаре спускается да пока везет переливанием в который раз отделался но остальные то не такие везучие а если спартанцы слягут что давайте от этого за скриншотин для превьюшки 1 я надеюсь на паузу не поставится то мне не нравится что после моих крышотов у нас вылетает на паузу ходят видят что здесь внизу мы ничего не высадим закончается да и нас все меньше а мутантов все больше они все крупнее опаснее хитрей рано или поздно нас сомнут деваться понятно все равно некуда но и сидеть сложа руки они не могут и тут я их понимаю что ты за сатанинский козел предлагаю руки сложить но вот так гробить себя хотя конечно кто знает может они в d6 карты секретные нашли ищут теперь по ним сквозь не только что мышек увидел заебись никакие склады уже не спасут так синхрон синхронный бегут на них сохраниться может столько лет прошло помочь может только полная эвакуация но куда его куриваться да ну и что тогда делать муравью хуй приделать вернуться в простыню и медленно ползти на кладбище не знаю если честно и никто не знает но они хоть пытаются дядя артем а я вам верю вы возьмите меня с собой пожалуйста когда найдете где это обязательно братишка заберем тебя поехала так хоть и ему голову не морочь не смей ему покойную жена он после твоих рассказов заснуть не может правда не всегда сладкая бывает не всегда и уж лучше знать горькую правду чем сладкую ложь а мы сейчас вообще где находимся в д6 или что а артем все надоело если бы парни не подоспели ты бы уже обдавела прекратить это ты прекрати в полисе вас ждет квартира со всеми удобствами они это лачуга в которой вы пытаетесь ебать там песни играет послушайте музыку музыку просто послушайте классные песен и забыл как кто ее исполнитель небо и луна за нас какая-то странная собачка а типа вспышки не будет за мной ходили глупые дурные а артем здорово князь алёша еще петок шрамов и ты будешь не отразим в каждой луже как там ну и лёд ну ты господи ну ты господи оставьте парню в покое степан идет вообще тот самый охуенный по моему разошлись даю вам два часа на все про все ура ура а у меня как раз с собой было ну вот начинать только приз не как в точно раз держи сэм вы слышали эту музыку это великолепно просто это великолепно просто ну что опять тишина а лично я артем слышу тут только одно когда зимитер щелкает да еще эти вам красавцы летают там каркают родной пойдем домой а ну пойдем так уж и быть артем думаешь я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу только толку от таких мечтаний когда мир молчит молчит артем потому что умер но это еще не факт куда с черные у меня вопрос почему у артема фамилия черный фамилия 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 это глаза все еще телефон молчит радио тоже шура шурочка только как бы с тобой было все хорошо плохо совсем тошнит шура прощай демон нашуганула чтобы не расслаблялся как-то грустно такие записки читать честно так представляешь что человек умирал один по кому-то скучая даже пиздец за мною да глупые дурные города да переедем в полис отец квартиру обещает потому что если не мы то кто квартира со своей кухней и душем душ охуеть так давай по одному чтобы не завалилась оп выдержала ладно самое худшее пожалуй позади черт слышал 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 а ты слышала эту музыку великолепную я хочу ее снова послушать вон он один вижу на прицеле держу на прицеле страшно страшно здесь какая великолепная стрельба здесь стрельба отлично вы слышали да кто-то таился то они здесь сидели кушали а мы приперлись сюда вот как мне теперь здесь записку найти заметочку то такими ужасами за мной ходили глупые дурные города стрельба сделана здесь просто великолепно мое почтение и звук прям приятненький такой прям максимально кайфуешь от этого выстрела ну давай ты опять шуми побольше вон они прыгают я уже научен прошлыми частями что нужно краться я умом их возьму они не злые они просто бегут по своим делам там еще один он убежал он ушел все и они у кого шмурный прям снайперским прицелом меню или удерживайте ну как 10 фото режим камера что это глубина резкости наклон б реэффект и оверплей а где я кто я вау бля я наконец-то могу делать нормальные красивые ракурсы во все к скрыть интерфейс русской к давайте это со скриншотим fn аль предскрин прожмем все это я это за скриншотил это великолепно просто наконец-то все как же мне этого раньше не хватало давай мы подрубили хайр воркс подрубили все прочее блять ебать так резко помрачнела картинка что за буря началась так резко хорошо окей поезд поехал куда-то только зачем к нему цистерны наши из ордена наверное тоже за поездом гонятся давайте солдаты да то зашел мне новая масочка была новый противогазе к вам блять сломала вот такое ощущение что и до сих пор штампуют разобрались бы сначала уроды артем слава богу это не орден ганзовцы козлы ну и видок у тебя ну ничего отец им задача что у вас тут в москве то вашей происходит в смысле у вас тут в москве можно подумать вы не отсюда так не местные мы деревня наши километров 200 отсюда какая деревня вы не из москвы опал на пришли в москву за отцом его он год как с мужиками сюда подался и ни слуха ни духу а тут нас этого схватили там что есть жизнь а чего ей не быть не везде конечно мест гиблых много и нечисти развелось но жить вам помаленьку артем ты был прав там правда люди живут мы не знали думали мы одни спаслись господи приехали мы теперь всему метро расскажем так я не поняла вы нас черти куда завезли ничего ага противогаты хоть верните а противогаты не понадобятся и вообще на тоже в но в церковь Пи-дор-а-си-ны. Пи-дор-а-си-ны. Ебать, тут звук задыхающийся. Это что, мини-демон? Так, я хочу фоторежим, я хочу его посмотреть. Так, вот режим, как там режим камеры, на. Ну, меня не пускают дальше. Я не могу посмотреть на мини-демона. Пи-дор-а-си-ны, эти ганзовцы. Как так можно людям-то стрелять? Ведь могли они все, дабы уже наладить документация, проблемы и все прочее. Это еще один мини-демон? Да, блядь, он улетел. Так, хорошо, пойдемте потихоньку дальше. О, еще один мини-демон. Сука, улетел. Я хочу его рассмотреть. Птички. А что у нас с хп все грустно до сих пор? Две птички надо, чтобы потрогенится. Ладно, нужно сюда просто залезть. То есть вот так у них все спокойно в открытую? Не потянешь, что он конь. За мною зажигали группы и дурные города. Камера. Внимание! Включение поворотного круга! Окей. Сопровождайте им отдых до завтра. Вы не ебна, католик, да? Что ж вы можете? Хватит, Нерман. Сам знаешь правила. Ну, какие правила? Вы же людей, кто сам побудеваете. Отведите его отдохнуть. Пусть правят. Чего угодно, я от старика нам мог ожидать. Но на капитана орать. Это перебор. Может нажрался, может винился всем. Ты, котел, тярый, суровый, на твои ныдем! Если не заткнешься, отправишься в котловак. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше, никаких. И вот видели, он сингалом под глазами. Не людей! Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Ты! Какой, нахуй, трафик человек? Человек? Как вы... О! Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Ну да. Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Смотрим. Вам на свет лучше не показываться. Окей. Дайте, вот как сделаю. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Не спешите. Не вставайте. Так будет тише. Держите стены. Герман, ты что ли? Что ты там вормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно. Уберите гул. Так, хорошо. Наконец-то по лестницам есть теперь ушко. А не прыжками и какой-то еще херней. И вообще им так не стыдно с дедом разговаривать. Здесь нельзя убить. Безшумно, пару раз уехать его. Так, идемте. Погодите, погодите. Стойте. Отлично, теперь кидайте. Нажмите E, чтобы бросить. Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. Что они, типа, хочешь сказать, не различают шума банки? Проходите быстрее. Удачи вам. Спасибо, спасибо, дедуль. А он обо всем в курсе, да? Кто побучает? Кто лучше него сможет, а? Кто о чем знает? Что это за место? Да что это за вышки? За что мы его убили? Артема моего, за что? Никто не собирался его убивать. Выкороли был вас, и мельник ушел в танке. Да какого лешего, дурак, этот порядке свое дело, а? Да что лучше сидим молча, пока я и тебя не пристрелил. Живой, живой, здоровый. Ты кто, блядь? А, ты, блядь, встал, что ли? Это сц. Китай. СССР. Китай. А, блядь, интересно, вот что с Китаем? Он же в войне никак не участвовал. Они же должны как-то были жить. Иран, Индия. Я вот с Крыма. Канада, Соединенные Штаты Америки. Зачем, почему вы прячете Москву от мира, и мир от Москвы? Да потому что война все ищите, а вы как дети мои. А нахуя тревогу-то? О. Давай. Спасибо, дедуль. Не только вообще красавчик. Сюда. Давай. Куда нам? Нам надо пробраться через двор. Вам в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. Кто мы? Ярбак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в андар. А там Бог даст свои внизу вас. Давай. А меня не знают. Внимание, не брать. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? Угу. У меня была. Позже расскажу. Надеюсь. Да блядь. Охуенный сюжет. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Давай, это мой снайпер. Не знакомство в юга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не тратишься, не лезешь на двороза. На свет, заметить тебя сложно. И индикатор не горит. Всё хорошо. Не подожди, не включай зря. Могут заметить. Так, а откуда он открыл? А, точно. Артём, к тебе идут двое. Попробую закрыть тебя сверху. Тут метели в юго везде. Так, у нас ножа нету? Ножа нету. Ножа нету. Вот, понял, вертушка их высадила. Высадила и отрапнулся. Ха-ха. Бабка, агент? Ух так! Как гражданских кушет. Ты сама, я думаешь, неделю дежурил тут и уже понял всё? Ладно, идём. Умери. Ну, пошли. Ой, хорошо. Могите, не теряй. Блядь, приходите. Голотим всего. Блядь. Да ладно, это переживем. Меня на токаре. Ну, скажи, чего нас сюда достали? Ну, как чего? Чёрный ход охранять. Вот. А чего мы тут на охраняемся этим мусором, когда нормальные пушки и вооружейки пылятся? А может и не пылятся вовсе? Думаю, наши против рейкооперацию готовят. Или против каждого. И не радует. Вы проверить, послали кого? Кто обходит? Чья смена? А чего обходите? Прицел в мышке всё видно. Крутится и крутится. Так. क só мы сходимы... Так. Кто пыльный план был? Наталья lifu. Давайте, хорошо. Хорошо, патроны. Значит, оружием, в любом случае, не нужно пользоваться. А она вообще где находится? Почему мы её никак не видим? Ага. Вы сами не такие дотопали. Вот скоро вертушек высадила. Высадила и обратно ушла. Ха-ха. Бабка, нет? Ухар! Тот глушитель, а... Тот глушитель, а... Тот глушитель, а... Тот глушитель... Ну и холодильник! Колотит всё! Тот глушитель... Да ладно, это пережили! Меня вот от другой не разы, Твоей спасали кого, Кто ходит? Чья смерть? Отчего отходите? Придно, все видно. Крутится и крутится. Дует ветер! Нет ветра, нет ветра. Покажу, по-моему. Да и не стоит. Братные древни. У нас такого, как сейчас, давно нет. Видно? Ничего. Так, идет. Ну вот это вот был дом у дороги просто. Как мы его вырубили. Хорошо, я понял. Вот так. Здесь у нас костер. Что происходит? Я понял. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Нападающие, предположительно, все еще на территории базы. Тема, меняю позицию. Молодец, ты рядом с окна. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Зачем ты прячешься? Я же тебя убью просто, только и всего! Я хочу проверить. Хорошо, я понял. Я понял. Ни хуя себе! Ладно, это был полухуевый стелс. Это был полухуевый стелс. Они прям рассекли, откуда я банку кинул. Хорошо, это довольно таки интересно. Обзор. Сколько я дневников что пропустил. Внимание всех сотрудников. Особой службы охраны системы щит. В текущем квартале участились случаи и попытки. Прорыва кольца обороны шпионами и завербованными агентами из нехарактерных демографических групп. Женщины, старики, подростки. Это доказывает высочайшую эффективность действия особой службы охраны. Не доставляющую противнику шансов на успешное вскрытие наших рубежных обороны. И ведение подрывной деятельности обычными средствами. Именно поэтому все сотрудники ОСО должны относиться к своим обязанностям с особой ответственностью. И без колебаний применять особые меры. К задержанным всех категорий. Помните, враг хитер и коварен. Он в отчаянии и бросает в бой последние резервы. Однако враг еще силен. А крыса загнанная в угол наиболее опасна. Хорошо, на такой прекрасной ноте закончим этот выпуск.